В Скандинавии это Бенди, а у нас хоккей с мячом или просто русский. Изначально он – разновидность зимней тренировки футболистов, и шайбы в него никто не играл. А объединяет два хоккея – лед и клюшки. В России такая игра стала популярна еще при Петре Первом, но секции по хоккею с мячом есть не во всех регионах. Для этого и проводим, чтобы популяризовать этот вид спорта у нас в Новосибирске, в Красноярске. И в Кемерово-Хабаровске он, в общем-то, проводится, регулярно чемпионат проводим. А такие регионы, как Алтай, в прошлый год у нас из Алтая одна команда участвовала. Поэтому для этого и делаем, для развития. Может, еще виды спорта где-то приживется. У соседей, кстати, в Новосибирске игра прижилась. Пиво-безалкогольный комбинат Шулькинский несколько лет спонсирует турнир на Кубок свежесть Алтая. На стадионе Сипсельмаш он собирает десяток команд со всей страны, а в будущем организаторы планируют выйти и на международный уровень. У нас в прошлый год было от Хабаровска до Москвы, сейчас Хабаровск-Ульяновск. Но и хотим еще Скандинавию захватить, потому что этот вид спорта очень там популярен. Норвегия, Финляндия, Швеция. Такие вот идеи есть у нас. Турнир шел четыре дня, а это финал. На льду сильнейшие Хабаровск, Новосибирск, Ульяновск и Красноярск. Организаторы и участники сравнивают игры с финалом первенства России. Это борьба, которая происходит ежегодно на этом стадионе. Она дает такие эмоции, дает такой заряд бодрости, что и в этом году мы не могли и не участвовать. Предоставляем призы, предоставляем площадки и помогаем во всех организационных моментах. В финальной схватке встретились Красноярск и Новосибирск. Со счетом 6-0 победу вырвал Красноярск. Очередной турнир по хоккею с мячом состоится уже теперь в следующем году. Анна Ирбис, Илья Халяпин. День с толком.